На самых крупных площадке Пенза концерта в эти минуты сотни человек. Сюда прибыли видные общественные деятели, представители бизнеса, духовенства и, конечно, власти, причем не только из нашего региона. Для инаугурации все готово. Через несколько мгновений двери большого зала закроются. В торжественной обстановке Олег Мельниченко примет присягу и обратится к собравшимся и жителям региона. Церемония началась ровно в два часа дня. Знаменные группы вносят на сцену флаги Российской Федерации и Пензенской области. Военные, конституцию страны, устав региона и должностной знак губернатора – главные символы власти. Сразу после Олег Мельниченко произносит слова присяги. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу. Именно после этой клятвы избранный губернатор официально вступает в должность. И вот его первая речь. Огромный кредит доверия мне дали мои земляки, пензенцы. И я понимаю, что теперь на протяжении пятилетнего срока я буду этот кредит отдавать. И я должен его отдавать добрыми делами, работой, практически, думаю, что без выходных дней. Для того, чтобы через пять лет я мог задать вопрос своим землякам, оправдал я кредит доверия или не оправдал. Напомню, на прошедших выборах Олег Мельниченко набрал более 72% голосов избирателей. В последние полгода в должности временно исполняющего обязанности губернатора он объехал весь Сурский край. Лично узнавал о тревогах и чаяниях жителей. Со значимым событием его поздравляют высокие гости. Одна из самых представительных делегаций прибыла из Совета Федерации. В Верхней Палате Российского парламента Олег Мельниченко занимал пост сенатора. Совершенно точно Пензенской области повезло с губернатором, потому что такой колоссальный опыт работы на федеральном уровне, разумеется, будет абсолютно точно востребован в интересах области и всех ее жителей. Олег Владимирович, нам вас уже не хватает. Найти адекватную замену Олегу Владимировичу очень трудно. Уверенность в способностях нового руководителя Пензенского региона выразил и Михаил Бабич, заместитель директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что работа губернатора – одна из самых сложных. У Олега Владимировича много очень достойных качеств. Его образованность, интеллигентность, порядочность. Но есть два, которые я хотел бы отметить особо. Это его основательность и его совестливость. Он никогда не спешил доложить о выполнении какой-либо задачи, пока досконально, глубоко не разберется в сути вопроса. Прибыли на инаугурацию и руководители некоторых субъектов страны, в их числе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который накануне сам официально вступил в должность. Политиков связывают годы тесного сотрудничества. Жители хотят изменений не завтра, они хотят изменений вчера. И здесь, конечно, роль первого руководителя, она огромна. С Олегом Владимировичем я помню, познакомились, когда был главой администрации Заречного. Лично знаю его как человека очень целеустремленного, ответственного. Церемония лаконично уложилась в 30 минут. В ходе инаугурации Олег Мельниченко также отметил, что работа на благо региона – это задача ни одного человека. И выразил уверенность, что в Пензенской области есть высокопрофессиональная управленческая команда.